Ладно, я предлагаю начинать. Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, а также Александра Климанова. Это очередной выпуск моей рубрики «Разговор с умным человеком». Мне кажется, Саша, умный человек? Что-что? Это очень лестно попасть в умных людей в категорию, ну да. Но будем считать, что это название с иронией или даже с сарказмом, то есть, что я вряд ли умный, что ты, но мы этим названием привлекаем других таких же не особо одаренных и, видите, кучкуемся и общаемся друг с дружкой. В общем, с Сашей мы знакомы уже года три, по-моему. Где-то сейчас даже должна появляться фотография, где мы в Санта-Барбаре. Саша привез флаг Белоруссии, мы позируем как раз на фоне тех самых арок, с которых начинался сериал Санта-Барбара. Это миссия в Санта-Барбаре католическая. Кстати, а что ты с этим флагом сделал? Ты его покупал и привозил. У меня есть в Фейсбуке стрим, один сохраненный видео, перед Белым домом 27 февраля. Куча народу поют гимн Украины, кричат в поддержку «Слава Украине!» перед Белым домом. И я смотрю люди с погонями. Немного с грузинскими флагами, кто там с погоней. И я иду и откровенно матерюсь на ней. В принципе, сейчас он меня действует, у меня в комнате наверху лежит. Но я его как-то позорно не трогаю. Также, как мой любимый флаг Сибири, я также не разворачиваю. Флаг Сибири? Да, у меня есть флаг Сибири, мне моя подруга украинка, активистка Майдана, потом медик Майдана, потом волонтер АТО, она мне подарила, сшила флаг Сибири, подарила, собственно, на глобусе, на самом Майдане наверху. Вот, вручила. И я их погон на это, потому что вот эти боевые буряты, да, как бы я не хочу ассоциироваться даже с Сибирью теперь. Представляешь, я так гордился все это время, сколько мы с тобой виделись, да, и все любое. Не планирую себя как сибиряк, но после всех этих... Я даже с Сибирью не хочу себя ассоциировать. Да, уточню зрителям, Саша оригинально из Томска, потом его жизнь побросала по... Короче, он весь земной шар объездил, и в итоге... Слушай, я настолько оригинален из Томска, что умудрился родиться под Львовом. Ну, все уже, смотри, все уже корни ищут, кто где украинские корни специально ищут, типа, родился под Львовом, все уже. Я специально все на зло сделал, да? Да, да. Ну, сейчас, скажем, ты до сих пор же в Румынии находишься, да, тебя... Да. Он собрал вещички и пытался перейти румынско-украинскую границу, чтобы поучаствовать в борьбе украинского народа за здравый смысл. И до сих пор его не пускают пограничники в связи с тем, что у него российское гражданство. И, я так понимаю, ты занимаешься, ну, помогаешь украинской армии, находясь в Румынии, там, джипы я вот видел. Да, да. А так как я никогда не был доверенным лицом президента, никогда не работал на Первом канале и даже не был директором Газпромбанка, поэтому меня не пускают, не делают для меня исключения, видишь? Вот это все надо объяснять. Вот ты знаешь, типа, тут сидишь иронизируешь, но это все надо объяснять. Доверенным лицом президента это Саше отсылка к Невзорову, типа, какого хрена Невзорову, например, дали украинское гражданство, который словом где-то сидит в Швейцарии или где он там ведет. А вот Саша пытается воевать за украинцев, его даже не пускают в Украину, не то, что гражданство не дают. На Первом канале, это он, как его, Овсянникова зовут, я забыл. Овсянникова, да. Овсянникова. Один раз выбежать с плакатом на Первом канале и, пожалуйста, тебе тоже все дают. Но мы собрались здесь не для того, чтобы посетовать на вот это вот все. Саша мне в Телеграме недавно пожаловался на то, что в современных сериалах, как я это лучше скажу, не хватает мускулинности, правильно я говорю? Нет, ты очень политкорректно сказал, слишком много леватского говна. Короче, месседж был такой, я сейчас попытаюсь ретранслировать этот войс, такой глаз вопиющего, просто негодующий. Я бросил много сериалов, я перестал смотреть «Доктор Кто», я перестал смотреть «Карточный домик», я перестал смотреть сериал «Сотня», и сейчас вот я скачал нам новый посмотреть, это «Стартрек», это мне посоветовали «Резидент Эллион», как это по-русски будет, не знаю, в каком-то русском баркате идет, какой-то гражданин-пришелец, да, вот, и новые «Старворсы», и новые там еще что-то, я целый список тебе тогда сказал, и даже вот это есть в трилогии или монологии «Пожарные Чикаго», «Чикаго-полиция», «Чикаго-мед», вот. И везде сейчас не только много маскулинности, то есть это очень... Мало. Нет, когда это мало, когда это очень громко, смотри, это феминистское обе, оно меня немного напрягает, или много, особенно учитывая мою историю с Тесла. И сразу скажу, уже очень коротко, меня выгнали из компании Тесла по фейковому анонимному доносу в «Сэкшел-карасминге» от лица моей начальницы, с которой мы рабочие вопросы не делили, потому что, ну, она некомпетентная, и я постоянно это указывал. Вольно через неделю пришел анонимный донос, и как бы история известна. История известна для тех, кто живет как Леша в Калифорнии, ну, не как Леша, работает блоки, там, а вот меняет разные компании, у них это в порядке вещей, и мне все ребята из «Силиконовой долины» говорили, а, забей, у нас это нормально. То есть на это следующие работодатели не обращают внимания, они знают, что они по-настоящему. Я такой, what the fuck? Ну, вот так вот у нас, такой у нас сейт-гейст. Вот, поэтому у меня с феминизмом отдельная история. Я, сразу скажу, я не шовинист, я обожаю очень крутых женщин, у меня очень много знакомых и друзей. Я знаю астронавтов, я знаю руководительниц и основательниц стартапов, я знаю топ-менеджментов крупных компаний, я знаю политиков, я знаю военных, которые в Украине сейчас воюют. Я обожаю потрясающих, пассионарных женщин, да. Я просто не люблю вот этого вот нытья, и я не люблю цензов никаких, ни по расе, ни по там, еще чему бы то ни было. То есть человек должен получать за свою компетентность, да, а не потому, что он там родился в такой социальной группе или там с таким набором хромосом, или там еще чем-то таким. Вот. И вот эта вот повестка, как ее называют, пренебрежительная повесточка, сейчас просачивается везде, да. То есть она прям захватывает. Вы можете реально обратить внимание, что там Джинс Бонд я не люблю, Мандиада, ну, тоже это понятно. Когда там главная героиня черная женщина, да. Я понимаю, что надо им как-то толкать свою, это, как это, адженда, да, повестка дня. Угу. Ну, вот двигать как-то свои идеи, там, пропагандировать. Но это настолько топорно сейчас делает, вызывает отторжение, я просто бросаю смотреть любимые сериалы, там, фильмы какие-то. Потому что, ну, я не люблю, когда мне вкачивают что-то, когда меня держат за идиота. То есть вот этот процент этих восхитительных женщин, которые я очень люблю, блин, да у меня... Мой стартап начался... Первого человека, который я позвал, была девушка. Это была Аня Пузанова, ныне Митюшевская. Белорусская, кстати, из Минска. Она вела раньше... Подожди, у меня был одногруппник в политехе Паша Пузанов, может, они родственники? Не знаю. Она довольно-таки молодая, она закончила университет в 20-м году. Вот, она вела... Кто из космической дозовки, кто знает, кто такой Антон Громов, море ясности или SpaceX по-русски, они очень часто вели трансляции запуска SpaceX, это вот были главные два канала конкурента, свои же друзья, Альфа Центавра, Паша Поцелуев, украинец, и вот Антон Громов, и Аня Пузанова, они были с ведущими, потом Антон был с другими людьми. Ты можешь просто одним предложением сформулировать свою претензию? Тебе не нравится, что в тех сериалах, которые ты смотришь, стало больше героев, которые, по твоему мнению, не соответствуют реальной жизни, или как ты это пишешь? Мне не нравится, когда в угоду текущему, как бы это сказать, повестке, да, дня, то есть текущему такому... Блин, я слово забыл, подходящее. Короче, мне не нравится вот это вот лобби феминистка, очень сильное, которое захватило Голливуд. Хорошо, феминистское лобби. То есть ты считаешь, что уже достигнуто, в принципе, равноправие между полами, у всех равные возможности, и то, что они сейчас показывают, это уже, типа, перебор... Ну, то есть на что идет упор, это уже перебор? Да, да. Сейчас у нас тот самый маятник, который качается в ту самую сторону, в обратную. То есть, например, Голливуда я сказал, у меня есть, например, пример из армии из США. То есть мой друг Саша Святов, потрясающий человек, рекомендую подписаться на его канал, Леша Девать сюда вот там ссылку вставит, да, или сюда, или знаете... Если ты мне ее скинешь. Да, я, естественно, скину. Он, у него потрясающий канал про армию США, про все-все-все, он доценивался до сержанта, и за неделю до он улетел в отпуск в Одессу, и сейчас он там в территориальной обороне. А, вот эти самые американские инструкторы, вот это, я все понял. Мы их нашли только что. Да. Он привез ящик наколотых апельсинов, то есть, ну, как бы полагается, печенек там кому надо, у Козлеповских. Ну и вот. Он рассказал мне во время ковида потрясающую историю. Говорит, стоит строй, все в масках, и сержант, вы, если знаете, что такое дрем сержантом, какой-то, да, американский, это человек, который все боятся, который всегда кричит, как в фильме «Цельнометаллическая оболочка». Вот это вот правда. У него даже есть видео, по-моему, почему сержант всегда кричит. Ну так вот. И вот сержант делает замечание одной девушки в строю, что наденьте, пожалуйста, маску. Он повторяет приказ, может быть, она не раз слышала там, но мало ли. Она ноль на массу, смотря ему прямо в глаза. И он, знаешь, что он сделал? Ничего. Вообще. Он потом уже стал со своими коллегами, сержантами обсуждал этот инцидент, да. Типа, ну вот, говорит, а что я могу с ней сделать? Я вот сейчас ей сделаю какое-нибудь взыскание, там еще что-нибудь, тогда, господи, упала, отжалость, да, все что угодно. А она тут же идет в HR, пишет на него заявление о харассменте, и он вылетает из армии. Это вот реалия из самой сильной армии на планете на сегодняшний день. И что-то меня так все эта история строила. Ну, ведь это история не только о феминистской повесточке, но и о сержанте без яиц? Нет, другая история. Другая история из БВС. Другой канал, другой американский бывший военный, сейчас живет на Гавайях, Руденко Ваня, рассказал историю про то, как черный парень, тоже у него в строю, такой здоровый, говорит, техасец, такой кровь с молоком, обычный такой, рендок, да, знаешь, такой. Только дома оставил там пикап, и приехал служить в Ванной. Причем, если он служит в БВС, это значит, что уже один из самых умных там оказался. И был у него конфликт, не конфликт, а просто должен быть, что-то на своего подчиненного, тот сержант, и на своего подчиненного черного парня что-то там такое сказал. А тот, как это водится, начал любимую тему, думал, что он затрагивал вторую сторону. Понимаете, вся эта ливатская штука, она не только про феминизм, она и про БВМ, она и про все, что угодно можно затронуть. И вот он говорит, это что, потому что я черный? А парень такой, знаете, простенький, техасец, говорит, нет, это потому что я белый. И все, парня уволили из армии. Ну, из ВВС, точнее. Это реальная история. Но он же херню сказал, вообще-то. Я понимаю, что за это не надо увольнять, но что-то как-то контролировать то, что ты говоришь, тоже как-то надо, нет? Это, кстати, и тебя касается. Сколько раз тебя уже забанили на Фейсбуке? Да меня постоянно банят. Я только сегодня вышел в 19-е. Саша, знаете, Саша, вот он представитель тех самых мышек, которые плачут, колются, но продолжают жрать кактус. Он, знаете, его банят на Фейсбуке, он выходит, обкладывает всем, чем только можно, этот ливатский Фейсбук, и его опять банят за это же. Не знаю, зачем он на Фейсбук тогда возвращается, но вот, пожалуйста. Не, я просто хочу довести ситуацию до полного абсурда, то есть мне уже стало просто по фану это все. То есть я его больше не использую как какой-то инструмент действительно, там, донесения своих мыслей, вот еще чего-то, да. Я уже просто вот с иронией это все выхожу, специально там дарываюсь на следующие баны. У меня есть куча банов, которые просто вообще, ну, то есть никак нельзя объяснить логически. Например, моя подруга давно не появлялась в сети, и что-то написал какой-то пост. Но я зашел, типа, эй, ты где была? Пишу в комментах. Она такая, работала. Я такой, Arbeit macht frei? Получаю 30-дневный банк, который нельзя обжаловать. Точнее, обжалования было, и тут же автоматическая, нет, апелляция невозможна, банк сохраняется. На 30 дней за вопрос Arbeit macht frei? Леша, в лесной эрудиции можно сказать, что это значит, эта фраза. Работа освобождает. Это висело, это, по-моему, над Бухенвальдом, при въезде в Бухенвальд, если мне не знаю, или по правилам. Да, я тоже не помню, мне доля освенцев, доля Бухенвальд, по-моему, Бухенвальд все-таки. Это вот на воротах, на железных воротах, через которые узники концлагеря въезжали, висело Arbeit macht frei. Работа освобождает, труд освобождает. Вот буквально сегодня одного из журналистов читаю, он написал у себя в Фейсбуке «Идиот Рогозин предложил для доставки министра Лаврова в Сербию использовать ракету «Сармат». Вот чем хорош... Дальше цитата Рогозина. «Чем хорош «Сармат»? Он у трусливых болгар, злопамятных румын и предавших нашу общую историю черногорцев согласия напролет спрашивать не будет, равно как и у прочих шведов». Короче, этого журналиста за то, что он назвал Рогозина идиотом, в Фейсбук забанил. А самого Рогозина за это вот сообщение о том, что «Сармат» может прилететь к болгарам-румынам, не забанил. Это очень... Ну, давай вернемся к нашей теме. Я просто немножко отвечу, чтобы какой-то конфликт и диалог завязать. Я все-таки считаю... Я думаю, что мы с тобой оба сторонники того, что рыночек все порешает. Я считаю, что если создаются вот такие сериалы, вот ты перестал их смотреть, да? И довольно... И таких людей, как ты, я думаю, много. И они начинают переставать смотреть. И создатели сериалов такие почешут репу и подумают, ну, надо что-то менять и как-то по-другому делать. Не так... Вообще, честно говоря, вот все, что ты перечислил, я, например, вообще ни одного из этих сериалов не смотрел и не смотрю. Я больше перешел на европейские, особенно на скандинавские детективы, типа «Мост», типа «Каштановый человечек» это из последнего, типа... Ну, в русском это переводили как «убийство», по-английски «The Killing», он называется «Farbreedlsen», датский такой сериал тоже. И там, кстати, все, что я перечислил, между прочим, везде главные героини-женщины. Но там вообще нету ощущения... Вот чем скандинаву нравится? Вот там реально какое-то, знаешь, как вот довольно одинаковое отношение, может, они так показывают. То есть там вообще нету ощущения, что к ним, к этим женщинам, как-то по-другому относятся. Там скорее постоянно думаешь, господи, да, типа оставьте их там в покое. Ну ладно, неважно. Так вот, я к тому, что популярность сериала будет определять, о чем они снимают. Если людям нравится проповесточку, как ты говоришь, смотреть, будут создаваться такие сериалы. Нравится... Альтернативы. То есть, рыночек-то может порешать, если есть конкурент. А если захватил, гремут все вот это вот. Ой, слушай, ну, я, конечно, я наоборот тут сижу, думаю, господи, какой, что посмотреть? Понимаешь, это война за наше время. На Нетфликсе уже выходит этих сериалов просто немерено. Пример классный. Классный пример. Ну, Феррассер же. Ну, Цилочка же. То есть, это когда не десантливый, Джейнс, лидер, просто из пальца каких-то вообще. То есть, даже не было, может быть, я не знаю, где-то рядом помогало что-то. Надо, чтобы 50% лидеров было. Ну, кто не в курсе, то есть, я думаю, тут многие, кто мой канал смотрит, они Сидмерс Цивилизейшн 6 в курсе. Вот угадайте, кто не играл в Сидмерс Цивилизейшн 6. Угадайте, кто лидер Спарты в Сидмерс Цивилизейшн 6. Да, 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 да. Лидер Спарты Горга. Это жена, жена Леонида. Ну, того самого царя, который вел 300 спартанцев в фермопилах, которые стояли. Ну, это жена. То есть, они поставили лидером Спарты жену царя. То есть, может быть, что-нибудь бы она там, конечно, решала в каких-то моментах. И есть, несомненно, реальные лидеры женщины, типа там Виктория в Англии. Но очевидно, что у них была поставлена задача, чтобы лидеров мужчин и женщин примерно было поровну. А так как исторически, ну, не так это было, не так это было, то выглядит это все, конечно, странно. А потом... У меня нет вопросов к Виктории, например, да. Нет вопросов к Екатерине. Ну, действительно. Вот ни к одной из этих, да. Но Горга, или там еще... Ну, Клеопатра тоже. Ну, пусть. Для баланса Клеопатра, да. При том, что лидер России в Циве это Петр Второй. Ой, Второй какой, Первый. Почему Второй-то? Петр Первый. И, то есть, они... Они должны, знаешь, не задумываясь. Они... Мне такое ощущение, так, вот мы выпустили, так, теперь у нас на пять мужчин больше. Давайте в следующем дополнении у нас будет на пять больше женщин-лидеров. И поставим их. Например, у кельтов в тех же Пятой Циве лидером Баудика была. Ну, это исторический конкретный лидер, действительно, который был, который, правда, проиграл битву Римской империи. Но, тем не менее, исторически известный лидер своего времени. Ну, так вот. Ладно, ты говоришь Фераксис, Цива. Это вообще никак не влияет по-хорошему. То есть, они поставили этих лидер женщин, не поставили. Это, ну, то есть, ты считаешь, это повлияет на будущее поколение, которые будут думать, что лидеров всегда... Действительно, в древности, да, чтобы было вот так вот. По-моему, наоборот, надо показывать, что вот раньше там не давали женщинам. Не знаю, по-моему, пассионарность просто, она так нечестно распределяется между мужчинами и женщинами. Но помнишь, не знаю, видел, не видел знаменитый такой швинистский ролик, да, про то, что вот большинство лидеров мужчины, большинство ученых мужчин, и большинство этих, там, еще кто-то там, великих политиков мужчины, да, это нечестно. Ну, просто у мужчин выше вообще пассионарность и пиковость. Вот, смотри, представление, этот график вот так вот, да, какой-нибудь. То есть, у мужчин больше сумасшедших, больше серийных маньяков, больше диктаторов, устраивающих геноциды, войны, больше вообще всех-всех-всех, больше заключенных сумасшедших домов мужчины. То есть мужчины больше бездомных на улицах в Сан-Франциско и Лос-Анджелеса. Мужчины просто, они больше на крайностях, в экстремумах находятся. А женщины более стабильные, вот такие более как-то это. Давайте так, не будем говорить мужчина и женщина, будем говорить человек. Вот рождается человек, ребенок, любой черный, белый, желтый, красный, мужчина, женщина, неопределившийся, кто угодно. И у него, вот все, мы должны стремиться к тому, чтобы у этого родившегося человека были абсолютно такие же возможности в жизни, как и у всех родившихся вместе с ним. И вот дальше уже в зависимости от его таланта, то есть у него должна быть возможность обучаться. Почему вот ты говоришь, мало ученых, но есть же идеи в том, что женщин просто у них не было того образования и их изначально готовили быть матерью, там, варить борщ и еще что-то. То есть если задаться целью... С какого возраста мы начинаем отсмотреть это? Прямо с рождения? Ну да. Потому что на уровне университета, если мы разделяем поток пополам, или на уровне средней школы, чисто по интересам я уже вижу это разделение. Вот я сейчас общаюсь с тинейджерами, да, здесь, с беженцами, это потрясающе прикольные ребята, есть очень умные. Я забыл фамилию Бисмарк, я говорю, ну чувак, ну канцлер Кермании, Первая мировая, вот до начала века, он такой, Бисмарк, это вы точно. То есть это школьник девятого класса. Бисмарк, давай не будем врать, Бисмарк до Первой мировой не дожил, так что он умер еще в девятнадцатом веке. Ну, это начало века, я просто говорил. Да, да, да. Вот. А это... Короче, что я говорю, что есть, на каком этапе мы начинаем откладывать это разделение, когда оно сформируется, в детсаду или когда, потому что, например, из кольников, я вот не вижу у них, что девочкам было бы интересно, там, варело что-нибудь такое, космос, там, не знаю, все что угодно, машины. В смысле, я не понял, о каком разделении ты говоришь, я не говорю, о каком разделении, я говорю, что у всех должны быть равные возможности. До того, пока не закончится обучение, человек не начнет уже что-то сам давать обществу. До этого момента... Нет, а какие у нас неравные возможности последние, например, сто лет? Ну, я, например, могу про себя сказать, что когда я поступал в универ в Минске, почему-то было так называемый целевой набор, и всех, кто с деревни поступал, я не знаю, может в Беларуси ушло, это не ушло, но всех поступающих с деревни брали, даже если им достаточно было на тройки сдать. Вот, пожалуйста, тебе неравный набор. И в итоге я, например, на платное поступил у себя в Институте культуры когда-то. Вот, пожалуйста, неравные возможности. Но, видимо, давай тогда размышлять, так, видимо, считается, что люди в деревне получают худшее образование. Другой вопрос, что за логика такая, раз они получают худшее образование в деревне, то они должны учиться в универе, это другой вопрос. Но подразумевается, что в деревне они получили худшее образование, чем я в Минске. Вот тебе, пожалуйста, неравные возможности. То есть, человек родился в деревне, просто по праву рождения в деревне, он уже получит хуже образование, чем я, живущий в столице. здесь, например, это иметь наличие кружков, доп. образования. Что-что? Наличие кружков, доп. образования, там, прочее. А что кружков? А что кружки сделать? Ну, в деревне мало кружков, в городе ты можешь пойти на робототехнику, на еще что-нибудь. Не, мы, наверное, говорим про начальство, ну, просто вот базовое в школе, которое в средней школе, которое дается, то есть, в США, кто не в курсе, это сделано по-другому. Здесь просто, ты когда выбираешь жилье, тебе вместе со стоимостью аренды, там, или покупки дома всегда напишут рейтинг школ, находящихся рядом. То есть, тут у каждой школы даже есть свой рейтинг. И очень многие родители выбирают место своего жилья в зависимости от того, насколько качественная школа здесь есть. И школы конкурируют между собой. То есть, несмотря на то, что они, наверное, полугосударственные, государство есть и частные школы, но они конкурируют между собой за то, чтобы к ним шли ученики. Есть рейтинг образования, плюс они проводят, то есть, как тут спортивная составляющая, тут же спортсмены, начинают свое движение со школы, и каждая школа еще и конкурирует с тем, чтобы себе спортсмена какого-нибудь забрать, чтобы их школа победила там в баскетболе, еще в чем-то, получила какой-то кубок, это дополнительный. А потом универы конкурируют за этих спортсменов. То же самое касается и обучения. здесь... Ну, Леша, смотри, давай будем откровенными. Сказал S, говори интеграция, потому что если ты живешь в каком-нибудь гетто, ты просто не имеешь права ездить на автобусе три часа в другую школу и учиться в элитной. Потому что, скажем, ты живешь не в том районе, как бы нет, иди вот туда. И вот это единственное, что выбирается в этой системе. Так я что-то говорю, что поэтому родители выбирают место, где, то есть, место жилья во многом определяется еще и школой, которая в этом районе находится. Вот это я считаю. То есть, если родители физически не могут много зарабатывать, то значит, ребенок никак не сможет жить в хорошем районе и ходить в хорошую школу. То есть, нет такого, что родители порвали жопу, чтобы ребенка ввозить в хорошую школу просто учимся нормально со всеми. Не важно, что его социально будут давить сверстники и мажоры, то, что он ездит на автобусе через весь город просто, чтобы это... Нет, мы это вынесем за скобки. Но сам факт он просто нельзя будет учиться в этой школе, потому что он живет на той стороне улицы. Слабые люди создают... Блин, как-то... да. Хорошие времена создают слабых людей. То есть, вот ты думаешь, что сейчас... Все это, все это, поговорка, может, мемасиком сейчас на экран вывести. То есть, слабые люди создают... сильные люди создают хорошие времена, хорошие времена создают слабых людей, слабые люди создают трудные времена. То есть, ты считаешь, что сейчас время того, как слабые люди создают трудные времена? Да, это... Мы сейчас наблюдаем закат империи, причем империя прямо глобальная такая, весь золотой миллиард, можно бы назвать так, да? Мы с тобой как люди, более-менее знающие истории, причем ты на порядок знающий лучше, чем я, знаем, как заканчивается обычная империя. То есть, мое личное мнение, что империи всегда губят только одна и та же причина. Это внутреннее облядство. Но я не мог придумать другое слово этому. Я придумал синонимы и как идеально подходит вложиться на это. Как закончилась португальская империя с халявным серебром, которая просто гиперфляция экономики, когда они занимались балами, внутренними интригами и прочим. Может, испанская или португальская? И португальская и испанская они обе, они обе. Испанская и португальская обе. На самом деле, там они в Южной Америке пошли халявные просто бабки и просто залили всю экономику и облучили ее. То же самое произошло с Римом, когда они на Колизей стали тратить больше, чем на своих регионеров. С каждым годом, с каждым веком, если мы говорим про Рим, целое поколение людей, то есть Колизей и вот эти представления становились все пышнее. Потом эти водные баталии, ты помнишь, и прочее, и прочее, все круче и круче. И при этом все остальное становилось все хуже. ну там какие-то дороги, сооружения легионов и так далее. На дальних мостах уже там вообще чуть-чуть не сепаратизм начинался, я не знаю, свечку не держал, но мне кажется, он обязан был начаться, как началось, например, отделение Америки от Великобритании, так всегда происходит. То есть власть становится слабее. Также закончил, кстати, Советский Союз. как сказал один мой знакомый, Груз-200 это реквейм Советскому Союзу, такой дух эпохи. То есть когда просто политберут это вот зажравшееся и прочее, то есть не отдавали должного внимания всей остальной политике и, собственно, закончилось так, как закончилось. То, что сейчас в Америке и во всем этом, во том, в мире, в Европе, слабая Европа, не видят и Америка, не видят большого гроза в России. То есть они до этого заискивались с ней, покупали там газ и прочее. Никто не хотел готовиться к войне, никто не хотел серьезно зарачиваться, бояться там это. Мы сейчас с тобой рискуем скатиться в рубрику Леша банит. Но то есть они действительно сейчас не хотят воевать с Россией. Ну, мы все это видим, да. Ой, мы пошлем наружение, ну, маленько не то, и чуть-чуть, посмотрим, ой, пошлем, только вы в Россию не стреляете там. Вот это вот все. Ой, нет, натовские войска мы не будем вводить, потому что Украина член НАТО, поэтому как бы они не де юре используют, чтобы не выполнять свои обязанности де-факто, потому что де-факто НАТО создавалось для защиты от России, которая начнет нападать на Европу и будет прям угрожать всем остальным, да. Россия сегодня прямым кексом угрожает Европе, показывает, как она бомбит Лондоном янерными ракетами, да, говорит, что нападет на Польшу за несколько часов, Швеция и Финляндии угрожает, там, и прочим, всех вот так вот содержит, а Татарь напала на Украину, устроил нормальный форменный геноцид, то есть, ну, это реально геноциды, да, я не знаю, кто мог круче делать, Полбот, наверное, и Мугады, остальные все, даже Гитлер, по-моему, сосунок перед этим, ну и вот, выровняемый геноцид, ненависть к группе людей, вот прям всех украинцев уничтожать, так вот смотри, вот это все мы знаем прекрасно, мы не будем скатываться в эту рубрику, и Европа это тоже понимает, естественно, ну каким надо быть идиотом, чтобы этого не понимать, но они не хотят все равно двери до последнего, а вдруг оно вот само рассосется, то есть, вдруг оно само пройдет, вот знаешь, есть такие люди, которые считают, что нормально, мне в порядке, там, ничего не будет, там, не знаю, какой болезни, какая там самая такая есть, когда, я в порядке, там, ездят на машине, которая вся разваливается скотчем, да нет, пока нормально, можно ездить, и вот такой же инфантилизм и нежелание признавать то, что у тебя проблемы, да, у тебя реально, Путин не остановится после Украины, это все знают, что он, как это Леша бы сказал, переварит, да, какую-то страну, на языке цивы, вот когда он переварит Украину, он, естественно, займется Прибалтикой, скорее всего, или там еще кем-нибудь, или зуб будет на всех тех, кто когда-то ему, вот в этой войне с Украиной, помогал Украине. Если провести параллель с этими самыми сериалами, с чего мы все начинаем, то есть ты считаешь, что это как раз последствия того, что культура создала людей, ну, люди, смотря вот эти всякие сериалы современные, популярные, в общем-то, и стали такими инфантильными, или как мы это увяжем. В чем мой месседж по поводу сериалов, в чем главная предъява моя, можно так сказать, претензия? Я не люблю, когда мне говно вкачивает какое-то в уши, да, что вот действительно процент там женщин и мужчин, пассионарных, вот такие вот великие там и прочих одинаков, как, например, с Феракси самой цивилизации, да, или, например, с сериалами. Ну, то есть сейчас в сериалах, ладно, если бы было 50 на 50, но последние прям сезоны, вот, например, последний, берем, не знаю, Звездные войны, как он называется, Оби-Ван Кеноби. Там главные ключевые персонажи все женщины. Сериал Стартрек. Знаете, поразительно, но вот все, все-все-все сериалы, которые называют Саша, вот в нашем разговоре, я это ничего не смотрел, вот просто... А я просто люблю сайл-фикшн, Леш, я люблю... Нет, я тоже люблю, но я, например, сарел Мандалорца, если мы берем из Старворсов, там почему-то этого не ощущается. Видимо, я как-то так сразу заранее чувствую, что вот этот, наверное, нормальный сериал, а вот это какая-то хрень постная будет, не знаю. Ну, блин... Кстати, многие сериалы начинаются хорошо. Например, Стартрек, я посмотрел первый... Он вышел всего на четыре эпизода, да, на данный момент. Стартрек, я не фанат вселенной вообще, я не знаю, я видел только две полнометражки, я никогда не смотрел Стартрека, я не как шеф Дон Купер. И вот тут я скачал Стартрек, новый вышедший сериал. Начинается Загил, есть Капитан, есть Спок, все, первая пилотная серия нового сезона, все круто. Первое, что он заходит на корабль, знакомится, и у него все, кроме него, из Пока, кто сидят в этом, в кокпите, как называется, на ходовой рубке, все женщины, начальницы там этой службы, начальницы этой, начальницы этой, начальницы этой, кроме медотсека, там тоже женщина, одна главная, и главный доктор, черный мужик. Вот. А остальные, как бы, и потом, знаешь, что самое прикольное, то есть, если у тебя есть интеллект какой-то, ты вот это смотришь, ты понимаешь, что они делают, ты же увидишь, помнишь, мы с тобой обсуждали, как мы опулируем пропагандой, да, ну как можно такое не видеть, это же топорно. Мы с тобой вот обсуждали, да, сидя вместе с твоей женой в кафе на улице, когда я приехал с Хамоут Каунти проездом, там, с Санта-Барбару, мы сидели, и ты говоришь, Саша, ну как они не понимают, почему они не понимают, а мы с Олей тебе вдвоем объясняли, потому что ты окружил себя, как в «Башне слоновой кости», с самыми хорошими, умными людьми. И ты с Любинами давно не общался, наверное, с обывателями, со всеми, да, и вот смотри, и вот я вижу этот сериал, когда я вижу, что мне вкачивают повестку, причем очень топорно, ужасно, как российская пропаганда, очень толсто. То есть, и дальше, после второй, третьей там серии, там вообще прикольно сделали. Целый эпизод, например, главной героиней только женщины участвуют, потому что «Спок» и «Капитан» застряли на какой-то планете и, знаешь, такие ставки. Тем временем там они что-то пытаются что-то делать, а все основное событие происходит, где делают женщины на корабле. Хорошо, я понимаю, но смотри. Я не против, если снимаются такие сериалы. Я против, когда они паразитируют на франшизе, но напишите собственный сюжет, собственный сценарий. Ну, это понятно, но смотри, давай так разберусь, смотри, российская пропаганда, как ты говоришь. Это делается специально для удержания власти вот этого всего. Я думаю, ну ты же не считаешь, что вот эти сериалы типа кем-то специально, каким-то там мировым правительством леваков специально заставляют сценаристов вот писать такие сценарии. То есть, ну, в моем понимании это рынок. То есть, какие-то люди сели писать сценарий и решили, что вот такой поворот сюжета будет смотреться лучше, интереснее, чем вот этот поворот сюжета, вот такой-то и такой-то. Если они ошиблись и, например, люди, как ты, перестают смотреть эти сериалы, значит, они получат меньше денег и в следующий раз они такую херню делать не будут. Вот мое отношение к этому вот такое, что типа рыночек порешает. Ты так не считаешь? Нет, потому что я маленько знаю, как устроено это в Голливуде, что если там недостаточное количество черных или там меньшинств сексуальных или женщин или там еще кого-то, да, то, ну, все это знают, это не шутки, ему уже там лет 10-15 везде форсируется, что в этом сериале недостаточно черных или женщин или инвалидов и прочее. То есть, или в фильме, то просто он не пройдет предварительный вообще как first check, да, он просто не пойдет негде дальше, не то, что в продакшен, он просто забаркует сразу. Нет, слушай, а мы можем сделать, например, Петра Первого черным? Ну, этот фильм про Петра Первого не был черным. Да, я понимаю, но наши зрители могут задавать неудобные вопросы, давайте все-таки его сделаем черным. То есть, я иронизирую, может быть, это гиперболы, но я вот не удивлюсь, и в это время, я знаю, и обычно в этом месте в комментариях постят фотку черного Маннергейма, не зная предыстории, ну, кто не знает, опять же, Маннергейм, это был президентом Финляндии, а до этого был, по-моему, генералом российской, в армии России, в Российской империи, один из первых, не один из, а первый президент Финляндии, который линия Маннергейма была сделана, и вот есть такой фильм, где черный Маннергейм, а если это еще, например, копаться глубже, оказывается, это сама Финляндия заказала в Африке, я не помню, в какой стране, это надо считать, в Африке, вот подобный фильм, и идея в чем, что детям в Африке, где-то, либо в школе, я не помню, как это сделано, рассказывают о Маннергейме, а фильм показывает, как эти дети себе этого Маннергейма представляют, естественно, они не могут его представлять иначе, как черным, просто, ну, то есть, это, вот идет рассказ, и дети себе представляют, как будто вот то, что им рассказывают, ну, это, знаете, такое, отдельное. А как дети представляют себе финских снайперов-кукушек в сугробах в реальных лесов? Да, кстати, я вот, Катя, почитал, мне даже стало интересно этот фильм посмотреть, надо реально найти, это должно быть такой трэшак очень качественный. Саванна. Да, да. Еще раз повторю, да, еще раз повторю, что это по заказу правительства Финляндии этот фильм был сделан. В итоге мы придем к тому, что мнение Саши, что вот эти все фильмы, эта вся культура, не знаю, как ее должно, культура повестки, давай ее назовем, создает у людей представление, во-первых, о легкости бытия, а во-вторых, что вокруг, видимо, все герои, все равны. Вот, кстати, опять к равным возможностям, я опять повторю, что у всех должны быть равные возможности, но не все равны по своим талантам в любом случае. То есть, если... Добро пожаловать в либертарианскую партию. Ну, то, что мы с тобой называем либертарианцы, это понятно давным-давно, и да, и кто вдруг не в курсе, ведь мы тут либерахи сидим, обсуждаем, но, кстати, если касаться войны, то, господи, меня больше всего именно поразили в плохом смысле этого слова марксисты и всякие анархисты. Они, вот, что в комментариях, что вот вообще не в личном, они ко всему этому относятся, знаешь, как будто, ну, их общее... Это империалистские державы бьются за капитал, но у них нету никакого сочувствия к людям вообще, типа, ну, умирают и умирают за империалистические идеи мировых держав и за капитал. Тебе поразительно... Я как-то главный пример. Ну, слушай, когда было не так с ними? Ну... За последние истории? Не знаю, мне что-то они раньше казались, типа, вменяемые. Ну, за капитал и капитал, но вы можете людям сочувствие какое-то проявить? Вменяемые полпот, например, ну, или кто, я не знаю даже, кто из коммунистов был когда вменяемый? Ну, Хо Ши Мин, например. Мне кажется, вьетнамцы нормально так... Ну, Хо Ши Мин мне нравится, скажем так. Ну, ладно, скозырись, Решао. Да, отмороженный Мао Цзэдун, отмороженный Пол Пот, отмороженный... Господи, кемерсен, кто там, из династии Кимов в какой стране я сейчас нахожусь? Что, что? В какой стране я сейчас нахожусь? А, ну да, Чаушеску. Точно. Его дворец от музеем, кстати. А, ну, кстати, Чаушеску вот отмороженный, а этот рядом был Брос Тито, нормальный же вроде, пытался из Югославии коммунистическими методами что-то вменяемое создать. И как только умер, видишь, как Югославию расхреначило. Что, по-твоему, надо делать, чтобы это все... Смотри, я пока отключался, да, на связь про проблемы. Я вспомнил один эпизод. Первые и последние мои отношения в Америке, в США. Девушка у меня там была месяц целый. Может быть, это разница поколений, потому что она, наверное, 10 лет меня младше, я не знаю. Но она техаска, она выпускница университета, у нее MBA. Этническая она ирландская цыганка. Это вот не наши, которые, да, румынские, славянские. Это которые в художественном фильме спиздили, там, где Брэд Питт, пёсики. Вот те самые, как бы, прайсики. Да. Вот те самые. Вот. И месяц у нас было все, как бы, нормально, там, на дофаминчике, на серотонинчике, на окситоцинчике, а потом, как-то, утренне, я приготовил их завтрак, мы с ней начали обсуждать, и она начинает знаменитую эту тему про 80 или сколько-то там центов на доллар получает американка, если делает ту же самую работу, там, и вот это вот все. И мы начинаем с ней дальше развивать, и она знает, что капиталист, она знает, что я люблю Айн Рент, и полностью поддерживаю её идеи. Не люблю её как писательницу, потому что, ну, с одной точки зрения обе книги, которые я читал, источник и Атлант, это говно полное. За что, собственно, её ехает. Но с точки зрения её идей и объективизма, прочее, ну, потрясающе, не к чему придраться. Человек, который хотя бы когда-то работал на таких людей, про которых она пишет, антигероев и героев, да, понимает, о чём речь. Так вот, мы с Шеннон нашла коса на камень, и это был мой красный флаг, который я не стал гасить конфликт, а начал специально эскалировать, потому что можно закончить всё это, потому что, ну, с коммунистами или в АКМе у меня ничего, к чему не будет. Но мы начинаем всё это рассказывать про неравенство, возможности и прочее. «Слушай, я прилетел в эту страну, четыре года, двадцатый год, это было сколько, три года, двадцать, пять назад, не зная абсолютно ни языка, ничего, не имея ни родственников, ни связи, ни друзей, никого. Мой английский был на уровне «маза фаза пенсел тейбл», «вандом из-за капитал из-за грейд-бриттен». У меня был самый экзак на 95 литров со всякой одеждой, стареньким ноутбуком, который подарили украинские волонтёры, и 160 долларов в кармане. И сейчас мы с тобой находимся в одной и той же точке, получаем одну и ту же зарплату, и кто тебе не давал все эти годы, рождённые в Техасе, закончивший американский университет, получивший MBA, работать, развиваться, ещё что-то делать? То есть в чём? Тебе не дают что? Кто? Кто это? Мировая закулиса шевинистов, мужиков, ой, мразей, там, и как там ещё нас называют, это вот всё, маскулинности, кто не даёт вам неравенства возможностей? То есть я как владелец стартапа, и до этого ещё и политик в России, я действительно иногда не специально ищу женщин или мужчин. Но есть какие-то задачи, которые лучше бы выполняла женщина, потому что у неё это получается лучше. Может быть, это сексиный какой-то, но действительно, например, делать там холодные звонки, проводить аналитику какую-то, дайджест, СМИ, там, и про мониторинг, да, какие-то действительно, поиск, например, серфинг в интернете. То есть действительно, девушки могут делать лучше. Я ищу себе людей в команду, и я просто не могу найти пассионарных людей, таких же увлечённых, таких же с горящими глазами. Подожди, вот ты говоришь, девушки это могут делать лучше. То есть ты считаешь, что какие-то вещи чисто от пола зависит, что она может делать лучше? Абсолютно, да, абсолютно. Это сто процентов. Многие вещи делают лучше женщины, многие вещи делают лучше мужчины. Это знаменитая шутка. Две картинки. Пустой холодильник, да, стоит банка с горчицей, да, и мужчина спрашивает, где горчица? И этот мир я видел на английском, потом я его видел переведённый на украинский. И вторая картинка. Лес, просто такой пастораль какой-то, да, нарисован в ледовдали тема, но непонятно. И также мужчина. Вторая пятиэтажка, третье окно слева, на четвёртом этаже, снайпер. То есть, понимаешь, мы просто по-другому видим и представляем всё. То есть из-за особенностей нашего жизни, там, в неолите когда-то. То есть это действительно доказанный факт. Дробышевского может не смотреть. Это правда. То есть у нас разные особенности и мышления, и предрасположенности к определённому трудам, как к труду, деятельности. Например, женщины лучше всего распознают мимику и эмоции, потому что они всё время в кругу друг друга у костра и общались. А мужчины, у них больше такая струбовая, как это, стерео, как называется это зрение, я забыл. Короче, вперёд, перед самой, как у хищников, искать, выискивать цель, добывать, приносить вот это всё. Есть такая... Но при этом надо чётко понимать, ты знаешь, всегда, когда ты говоришь, или люди другие это говорят, ты знаешь, как будто ты говоришь «все женщины лучше вот это делают, все мужчины лучше вот это делают». Так вот, о равных возможностях говорится о том, что женщина, у которой, наоборот, вот это такое зрение, чтобы она могла найти себе работу, вот выискивая снайперов, например, в таком-то месте. Вот об этом равные возможности. А не то, что приходит женщина и говорит «блин, так вы же женщина, куда вы лезете?» Она говорит «так я могу вот это вот делать». Она говорит «нет, вы женщина». Поэтому я говорю, я против квот, я за то, что вы докажи. Именно, именно. Но современный мир действительно вот на эти квоты начинает. То есть, это вопрос уже не равноправия, а преференции. То есть, мы все тут сидим за равноправия. Что-что? Ну, тот же самый этот сериал «Пожарная Чикаго», там одна из героин стала женщиной пожарной. Она прошла через круги ада и в том числе и шовинизм, но в итоге доказала и работает на равных, потому что она смогла пройти вот это все. Но вот тот же, возвращаясь к моему другу Саше Святову, снайперу, он и снайпер, он и сержант, там кучу военных учетов специальностей. И вот он рассказал, как у него подбираются снайперские пары по росту, по этой комплекции, по антропометрическим данным. У них, говорят, есть три снайперские пары и три здоровых, включая его, он и его на парадик здоровые такие ребята, да, двое коротышек там и двое средних ребят. Почему так делается? Я думаю, ты сам сможешь мне объяснить. Чтобы можно было своего трехсотом вытащить. Потому что, если ранят здорово, коротышка его не вытащит. Вот. Почему не берут в пожарный? Я как сам волонтер пожарный, да, я представляю, сколько надо снаряги таскать и вытаскивать еще здоровую, там, какую-то 200-килограммовую тушу из огня. Но я никого из огня не вытаскивал, потому что только я стал волонтером пожарным, прошел там несколько тестов, научился водить пожарную машину, потом началась война и уехал сюда. Ну, так вот. То есть, ты должен просто уметь физически еще с чем-то справляться. Например, такая специальность есть бурение нефтяных газов в скважин. Я учился на специальности разработки эксплуатации всех газов в скважин в Томском политехе. И у меня на потоке были и разработчики, и буромики, и геология нефти и газа. Так вот, в геологии нефти и газа девчонок было нормально. Ну, процентов, может быть, 40 или 50 даже. То есть, примерно половину в их группе. У разработчиков, девчонок, было у меня там три, у другой группы две, но немного. Потому что это действительно перед там по месторождению. У буровиков она была одна, и ей прям почти каждый препод, который не там математика, физика какая-нибудь, да, социология, а преподы, которые по специальности настоящие буровики, которые с месторождения, а еще и читают как доценты лекции. Они говорили, ты вообще представляешь себе, что такое буровая вышка, ствол, НКТ, насосно-компрессорный труб, который такой буро-раствор, ну, ты представляешь, мы каждый видел эту картинку, да, можно сейчас вставить, буро-раствор там скручивает трубу, вот эта шагающая фигня, есть трешовое видео в интернете, где убивают этими трубами буровиков очень часто вообще болтаются. Вот. И вообще представляешь, с чем тебе придется столкнуться, где вот оно тебе надо, ты вытащишь это все, ты вывезешь это все в таких условиях. Ну, или там, почему нет женщин-шактер, да. То есть, это просто объективные какие-то эти. И при этом, да, я, да, Леша, я за то, чтобы было равенство возможностей, чтобы им не ставили палки в колеса, чтобы им дали попробовать показать себя. Любому человеку надо давать шанс показать себя. Всегда. Если ты обратил внимание, да, у меня как бы ранение глаза, и мне постоянно задают вопрос, а как я собираюсь воевать, и как я буду стрелять? Я говорю, слушай, я стреляю всю свою сознательную жизнь с рождения вообще. и еще в школе я пристреливал прицел на винтовку сам оптический. То есть, дайте мне просто показать себя. И в любом занятии, у меня такой подход к любой общей деятельности. Когда яичарно спрашиваю, ой, а вы когда-нибудь эти раньше делали? Нет, никогда не делал. Ой, а как вы будете это делать? Ну, я попробую, давайте я покажу себя и посмотрим. Потому что у нас на всей планете самая важная должность занимает люди абсолютно без опыта в этой должности. В итоге, я так и не услышал от тебя ответ, что делать с этими сериалами? Что по-твоему... То есть, я теперь считаю, что ты просто... Просто надо не смотреть. Ты не смотришь и, соответственно, ты считаешь, что это мы тут такие умные и так можем поступить, а народ в любом случае будет что-то смотреть. Типа нету выбора и смотреть будут. Смотри, возвращаясь к истории Шэннон, моей бывшей, это все идет из университетов американских. То есть, им действительно профессора это все рассказывают про неравенство. Они, как ольгинские тролли, да, из Лахты-2, они по методичкам работают. Она мне пересказывает эту самую методичку. Один в один, которую я читаю на разных языках, они ее слово в слово перескажут. Кто-то там феминист какая-то придумала, сказала, и они это ретранслировали. То есть, я за объективизм. Айн Рейнт это про объективизм. То есть, я за истину всегда, за то, чтобы не перевирали ту же самую историю Фераксис женщинами-лигерами. Я за то, чтобы объективно показывать историю, как она на самом деле была. За то, чтобы не идеализировать Вторую мировую войну и подвиги советских маронеров в нацистской Германии. Рассказывайте правду. Всегда рассказывайте правду, как оно было на самом деле. Сейчас прибегут люди в комментариях, у каждого своя правда, все не так однозначно, вот это будет. Как вот людям доносить, что вообще-то правда одна, и все. Ну, то есть, есть неоднозначные какие-то вещи, несомненно, но конкретно правда одна. Например, нельзя убивать людей. на Украину напала Россия. То есть, что неоднозначного в этом? Вот что тут неоднозначное? Если бы Россия не напала, то напала бы Украина на Россию? Так это неправда получается. Так вот, то, что ты сейчас говоришь, это же как бы твоя правда. Ну, наша правда, скажем так. Наша правда. А у других людей другая правда. как вот... Ну, подожди. Вот давай возьмем Леонида, да? Какая там правда? Горга все-таки? Или как? Кто лидер Спарты? Леонид или Горга, да? Да-да-да, давайте проведем вопрос. Если уже вообще, ну, если уже вообще вдаваться в историю, так и Леонид не был лидером Спарты, потому что короли... Вообще, у Спарты сразу выбиралось два короля, или царя лучше, как правильнее, говорить. Причем царь это был именно этот военный лидер, который, ну, грубо говоря, генерал. То есть, они не принимали управление в самой Спарте, но это же сложно, это надо все изучать, пытаться понять. Историки там что-то придумывают, а потом еще набегут люди, которые скажут, ну, а что вот историки? Откуда мы знаем, что Горга не правило? Мы же не все знаете, мы же не вот полностью это все изучили. Да что тут говорить? Тут вот за восемь лет, как бомбили Донбасс, уже оказывается у многих людей совершенно другое представление о том, что восемь лет назад было в этом самом Донбассе или в Крыму. И реально, в России, я так понимаю, что очень многие считают, что действительно сепаратисты Донбасса сражались с украинской армией, и украинская армия бомбила Донбасс за то, что он хотел от нее отделиться. Это просто поразительно. Мне всегда казалось, что вот действительно люди просто такое изображают, что они верят вот этим всем сообщениям, чтобы Путин от них отстал. Типа, Путин там занимается своей, что-то там ворует тихонечко, делает, а оказывается, они реально всему этому верили, все, что им говорили. И сам Путин уже поверил, и сама верхушка России всему этому поверила, что украина не да страна, что там нет армии, и их будут встречать с цветами. Так и здесь я с тобой согласен. Мы поиграли... Если знаешь себя и знаешь его, помнишь, да? Помнишь эту цитату? Если знаешь себя и знаешь противника, то будешь всегда побеждать. Если знаешь себя и не знаешь его, один раз победишь, один раз проиграешь. Если не знаешь ни себя, ни его, то будешь постоянно проигрывать. Вот то, что мы увидели сегодня в Украине, я не знал ни себя, ни его. Все. Да. Ну и вот здесь человек, какой-нибудь там подросток, играет сейчас в шестую циву, смотрит на Горга, смотрит на другие, на другое вранье историческое. То есть и в итоге мы приходим к фашизму и к повторению пройденного. Хотя история должна нас обучать тому, чтобы это не повторялось. Но ни хрена нас не научили. 80 лет назад был фашизм в Германии, каким-то образом мы пришли к фашизму в России. И вот что с этим делать? Ты хоть так и не сказал, что с этим делать. Слушай, если бы я знал, я бы, наверное, тут не сидел сейчас. Не знаю. Мы посидели, потрындели больше часа и... Нет, почитаем комменты, как бы, ну, подискутируем, потому что я не знаю, у меня нет ответа на это. То есть я вижу вектор, да, мы с тобой давно уже обсуждали, что то, что мы сейчас наблюдаем, это закат империи просто. То есть Америка прошла, ну, западный мир, золотой миллиард, прошел свой зенит. Кто подберет падающую эту властницу и эстафету, я не знаю. Я не верю в Китай. Возможно, это будет очередное темное века только уже с арабами, а не христианами. То есть ребята очень шустрые, ушелые. Сейчас эти все друг друга поперебивают. Они такие, ну, ладно, давайте строить халифат от моря до моря. Имеется в виду Тихого океана, для Тихого океана, да? Почему нет? Кто нас остановит? Может быть? Я не знаю. Короче, у тебя взгляд в будущее мрачен, я так понимаю. Ты заглядываешь в будущее и тебе кажется, нас ждут темные века. Нет, знаешь, вот я только недавно на эту тему думал. Мне кажется, это та самая встряска, которая была необходима, чтобы поменять вектор развития цивилизации. То есть, я недавно написал в Фейсбуке, на английском, что я считаю, что... Итак, и в... Кого? В 14-м, нет, в 16-м началась Первая мировая. В 14-м году? В 14-м, в 14-м. И в 14-м, и в 39-м, да, началась первая и вторая, соответственно, войны. Но никто не мог сказать во время убийства герцога Франца Фердинанда или 1-го сентября 39-го, что вот сейчас началась Вторая мировая. Все запомнили, да, вот сейчас у нас идет Вторая мировая. То есть, никто ее так не называл на тот момент. И мне кажется, что 24-го февраля началась Третья мировая война, но просто наш инфантильный мир еще не хочет этого признавать и принимать, что сейчас уже точка необратимости пройдена, Аннушка уже пролила масло, и как бы уже все, уже началось. Просто люди еще не хотят. А ты не боишься, что он так этого и не примет, грубо говоря, и они будут опять всеми силами замерять Путина, всеми силами, ну, сейчас, например, вот сегодня уже в Коско галлон стоит 6 долларов. Так тебе... Ну, это у вас, да, 6 долларов за галлон, офигеть. Да, ну, до войны, для примера, он 3, 3,5 стоил. Здесь тоже дорого. Я как украинский волонтер, я отправляю в армию в ЗСУ машины, уже 3 перегнал, и Митсубиши 260 литров солярки я ему залил на 110 евро. Вот. То есть, я по поводу того, что... Я к тому, что те же Франция и Германия, вот такое ощущение, что они всеми силами стараются просто вернуть все, как было. Просто все как было. Они не решают проблему, они ее... Да, тоже анекдот недавно прочитал, что придумали новый торт, называется Макрон. Он готовится точно так же, как и торт Наполеон, только без яиц. Так что, вот, ну, конкретно... Я не помню, честно говоря, где, но вот такое... Смотри, то, что все летит туда, да, и я не считаю, что это плохо. Помнишь, что-то латинскую фразу Майя Виктис, горе побежденным. Ну, как бы, ну, и что, ну, вот, да, заканчивается наша европейская, современная, западная цивилизация, да, корсанская. Ну, как бы... А какая цивилизация? А не видно, какая другая цивилизация приходит? Смотри, я как адепт теории симуляции, да, это моя космологическая теория, главная на сегодняшний день, мы сейчас затронем. Если брать это все, начиная с пожаров Австралии, потом COVID, потом был протест, да, и вот сейчас война, то уже должны вот сейчас появляться инопланетяны, там, Voyager пропал сигнал, там, НЛО, как они сейчас называются, УАР, по-моему, да, или как-то так, не помню, новая аббревиатура UFO, вот, все, NASA и USA Air Force рассекретили архивы, выложили просто, забирайте все, смотрите, читайте, в общем, про зеленых человечков, там, господи, NASA собирал какую-то конференцию, куда позвали 12 теологов, была новость, минувшем, зимой, по-моему, уже в Январе, что ли, так вот, может быть, это очередной будет просто акт, такой нашей симуляции, чтобы просто не скучали игроки, о, давайте вентик замутим какой-нибудь, что там, война, потом мировая, давайте уже вторжение, или, смотри, сейчас вот я буду абсолютно, вычеркну вот это, наверху, помни, было написано, разговор с умным человеком, сейчас я такую, сейчас я такую конспирологию накидаю, смотри, а что, если это война мировая, да, которая сейчас закручивается, это специальный заговор, и дополнительный, чтобы нас ослабить перед вторжением, как тебе? Ну, я, я более рациональный человек, я во все теории заговора не верю, я верю в бездарность правителей, видя кучу людей, встречая и представляя, как управляются многие вещи, я не верю ни в какие заговоры, просто потому, что в этих заговорах должны участвовать идеально, перфектно умные люди, чтобы он состоялся, а это просто невозможно на нашей планете, у нас столько дебилов наверху, везде. Просто конспирологи, это люди, которые никогда не пытались управлять чем-то, не были даже старостой кладкой, не пытались собрать 30-летних людей на днюху, на пикник, на шашлыки 1 мая. Это точно, причем людей, которые друга хорошо знают, ну ладно, не будем это опять обсуждать, давай закончим на какой-то, не знаю, давай позитивной ноте, что ли, закончим. Я все-таки верю, что западный мир раскачается, одна из черт вот этого западного мира, капиталистического, это очень долгая раскачка, всегда во всем, особенно касается Америки, тут просто, что-то, чтобы происходило, это надо очень долго раскачать, но если она раскачивается, то уже... Ну, знаете, первую Харбор, например, да? Да, типа того. И очень не хочется присутствовать при первой ядерной мировой войне, честно говоря. Я все-таки надеюсь, что вот эта третья мировая война, это в первую очередь экономическая война, то есть вот оружием уже воевать, это какое-то ретро, знаешь, которое в прошлом веке осталось, что экономисты смогут придушить эту фашистскую гадину именно экономическими методами и заставить народ внутри России как-то по-другому на это посмотреть, что-то сделать внутри страны, и тогда уже будет что-то меняться. Вот у меня такое... Порочка! Лоша, это упорочка! Так упорочка пока... Если бы лидер Путина... Если бы лидер России действительно играл на свою победу, то да, но это упорочка. Ну, мое личное мнение. Но в отличие от Цилы, где действительно один человек управляет целой цивилизацией, в России все-таки 140 миллионов и куча элит, которые я все-таки надеюсь, если Путину нечего терять, то им все еще есть что терять. все еще есть что терять. Нечего терять Путину и нечего терять вот самым маргинальным слоям, которые, знаешь, там живут в говне, которые выглядят их город хуже, чем буча после бомбардировки. Этим да, а российским-то элитам есть что терять, я надеюсь, и более того, они хотят урвать что-нибудь после поражения России в войне. уже как-нибудь они так вот об этом думают, что сделать. не знаю, короче, твой финальный, твоя финальная речь. Ну, нет, все, что я сейчас тут прогнозировал на банковом, я говорю, я не считаю, что это негативно и плохо. То есть, ну, Сарус Кво и вектор развития мне очень не нравился, начиная там с последних нескольких лет. Да, вот это ливанчество, инфантилизм. У меня подруга есть, она тоже волонтер в Украине. Она называет их всех кукол далее. Эти европейские извини, я тебя перебью просто, но понимаешь, дело в том, что у нас какие-то крайности, вот ты говоришь ливачество, да, но вот приходит к власти Трамп, то есть, мы вот, Саша, опять, мы больше склоняемся к республиканской идеологии в Америке, но я бы никогда в жизни за Трампа не голосовал, потому что он мудак просто в моем представлении. Никогда, никогда, абсолютно, вообще, абсолютно. То есть, и с этой стороны, и с этой стороны, то есть, есть же и правую сторону, и... Есть Йоргенсен, Джордж Йоргенсен, как ее правильно транслитерировать, то есть, кредитатка от либертарианской партии, причем она еще и доктор на PHD, ну, как бы, вот. Ну, так, извините, в Америке, так, что ей мешает вступить в республиканскую партию и попытаться продвинуться в... она же хочет свою либертарианскую зачем-то поднимать, за которую никто не голосует. Тот же Трамп, например, он же вообще, если кто не в курсе, он сначала был членом демократической партии какое-то время, а потом перешел в республиканскую тупо для того, чтобы стать президентом. Он вообще, это человек без, по-хорошему, без... А, которые, кстати, делают. И куча сенаторов, и... эти сенаторы, а вторые, как они называются? Сенаторы и... Конгрессмены. Да, 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 Конгрессменов. Они так и делают. Они постоянно... Возьми биографию каждого второго, они качают по партиям просто, чтобы попадать в ту же самую обойму. Колонна засуется, да, но колонна та же самая. Туда со стороны войти очень сложно. Ну, ладно. Давай заканчиваем. Да, финнышную речь от тебя. Ну, я не знаю. Я вижу вектор, мне он не нравится, и, возможно, действительно война как-то сделает ту самую стряску. которая всем поможет как-то. Переоценка ценностей. Сейчас происходит очень интересный переоценка ценностей. Представляешь, какое-нибудь... Это мы обсуждали с ребятами в начале марта, когда шли бои буквально под Киевом, да. Представляешь, какие сейчас социальные лифты, какой-то творкинг работает, где какой-нибудь оболонский копник вместе с каким-нибудь хипстером вместе бутылки разливают и кидают там, да, и поставили в один расчет джавели на двоих. Ну, то есть, ну, это прикольно. То есть, люди выйдут совершенно другими, извини за тавтологию, людьми после этой войны, совершенно другими ценностями. Ты знаешь, как не любят ветеранов обычно во всем цивилизованном обществе, потому что начинают свои там понятия, паттерны, да, да я там воевал, а вы тут все говно. Но, если мы с тобой обсуждали Хайнлайна, я тебе даже говорил, что «Звездный десант» это наизлучший социальный книг, когда, ну, на эту тему избирательных цензов, и почему бы не действительно давать право голосу по теме «Тужи в армии», например. Так вот, там же совершенно другие понятия будут у людей, да, другие представления о том, что есть добро и зло. То есть, это будет очень обостренное, гипографированное чувство справедливости у целой нации, ну, большинство ее, да, кто прошел через войну. И мне кажется, именно вот это будет такая пилюля от этого слова «блядства», которое я так и не смог придумать другого синонима. Комментарии, пожалуйста, скажите, как можно его заменить. Ну, потому что это слово «потреблядство», то есть, это оттуда идет. Вот, я считаю, что, возможно, война действительно, если она будет глобальной и мировой, это будет, естественно, плохо, куча людей, будут инфраструктуры, экономики, и все прочее. Но общество, мне кажется, будет совершенно другим послевоенным. Помнишь, какое было общество в 50-е? Да, золотой век Америки. Золотой век Америки. Атмосфера «Фоллаута», вот эти вот все, когда мечтали о ядерных автомобилях, там, роботах и прочее. Вот это же было послевоенное. Как-то так, я думаю. Да, когда люди хотели создавать, а не находить, а не охотиться за ведьмами и канцелить кого угодно и прочее, прочее, прочее. Это, конечно, да. Ладно, давай на этом завершим. Я надеюсь, что наши зрители и слушатели с удовольствием это послушали, но хотелось бы их мнение в комментариях почитать, потому что ну, вот это как раз такая тема, тут не может быть какого-то и отношения одного, и решения, и так далее, и так далее, и так далее. Спасибо, что поучаствовал. Удачи! Больше всего холиванов и резонансных тем, на которые можно обложить разными друг друга. У меня в Фейсбуке, правда, пока не добавят, но календаря может сразу друг другом. Ну, я оставлю ссылку на твой Фейсбук в описании к видео. Успейте туда зайти, пока Саша очередной вас не забанили. Он ходит ко всем в комментарии, ругается на них матом и их там банят. Его там банят. Ладно. Все. Спасибо за участие. Давай. Покеда. Слава Украине. Героям слава.